здравствуйте друзья конец недели выходные впереди и я по дороге домой хотел поговорить вот на какую тему был вопрос интересный вопрос не простой вопрос о том что вот кремниевая долина какие тут есть места где удобно посетить селиться новичку то есть вопрос шел специфически о кремниевой долине ну понятно вот лос-алтос потому что мы много говорим о лос-алтос там находится наш офис мы говорим о маунтин-вью потому что маунтин-вью через дорогу там живет много наших студентов и как бы много информации но лос-алтос место дорогое там новички не селятся маунтин-вью подешевле но на самом деле из-за того что google тут рядом то есть маунтин-вью тоже взлетел в цене поскольку google продолжает нанимать серия тут не только google тут на вода треугольнички вот на этом небольшом относительно там и microsoft довольно много нанимает и google и apple поэтому вот всякие громадные компании и они как бы создают такой большой наплыв людей теперь значит относительно цен давайте мы поговорим есть несколько условий которые важны когда вы снимаете жилье значит условия первое не для всех имеет значение но имеет значение для тех у кого есть дети школьного возраста и если у вас есть дети школьного возраста дальше вариант первый вам совершенно без разницы в какую школу они ходят такие родители тоже есть говорят вот как все ходят вот так пусть и они ходят но просто может оказаться что если вы будете жить в достаточно дешевом месте то вот все можно казаться что это совершенно не тот круг которыми вы привыкли на самом деле и которому вы стремились поэтому может возникнуть некоторое напряжение здесь но не суть вы можете сказать для меня школа важна и я могу сказать что процентов 90 людей которых я знаю 95 они критичны к школам если у них есть дети школьного возраста и так это как бы в нашей культурной традиции да мы переживаем за хорошее образование за безопасность физическую искать школе за то чтобы там нервы не трепали не обижали тогда здесь школы чем они лучше тем соответственно дороже то место которое принадлежит к этим школам географически здесь есть такое понятие school district школьный район и этот school district там прописано все вот там где ты живешь вот этот дом приписан вот к этой школе это как знаете трехмерное такое пространство вот значит почему трехмерное потому что есть школа начальная elementary school есть школа средняя там middle school и есть школа старшая то вот high school вот собственно вот эти три пространства ты приписан вот ты встал в точку вот эти а три вектора сразу появилась куда у тебя ребенок пойдет школу из этого дома где ты живешь поэтому ты можешь перейти дорогу но это дорога то может быть там четыре метра или шесть и и ты уже в другом школьном дистрикте и квартира которая может быть даже и похуже может стоить там на 200 на 300 долларов дороже это еще зависит сколько у тебя детей вот представьте себе что у человека например там трое детей такие тоже есть и все трое школьного возраста и сколько он сэкономит вот от того что например снял тут они там по сравнению с чем сэкономит по сравнению с тем чтобы в частную школу ходить вот есть люди которые ходят частную школу например я не знаю последние статистики но вот я помню там лет десять назад я как раз тогда и любопытство мы тогда переехали из лос-алтос в саратогу тут есть такой город небольшой и значит оказалось что в саратоге там шикарные школы сказочные в саратоге половина детей ходит в частные школы в лос-алтос треть детей ходит в частные школы при том что общество и публичные школы public schools здесь общественно они они совершенно замечательные там и там то есть есть люди которым недостаточно дети ходили в хорошую школу а им еще что-то такое нужно и конечно разница большая я могу сказать по наполняемости классов например с разницы существенно так вот школы значит если вы хотите чтобы ребенок ходил хорошую школу вы будете больше платить следующий момент очень важный это транспорт если у вас есть автомобиль вы можете отъехать куда-то и там тоже будут хорошие школы но там будет дешевле значит например вы можете поехать в сан-озе и там есть часть сан-хосе которая принадлежит по школам относится к купертина купертина это город с существенным преобладанием выходцев из азии это хорошее место это дорогое место это куда стремятся многие люди если что вот многие люди которые не из азии жалуются что там у детей какой-то нездоровая конкуренция там за эти пятерки что родители вот там выходцев из китая там они заставляют своих детей значит пахать там как как пчелки и за отметки бороться и так далее и дети которые ну просто вот белые американские дети которые не привыкли вот так пахать им там некомфортно вот у купертина есть такая репутация но купертина school district это фактически там чуть ли не лучше не лучший действия в калифорнии номер один поэтому можно поселиться в сан-озе и ходить в школы купертиновские и это очень классно и вы будете экономить деньги и вы будете жить в лучшем жилье то есть и качество того что вы снимете даже за меньшие деньги все равно будет очень хорошим маунтин вью сам по себе например где селятся ребята которые у нас в школе учатся маунтин вью зачуханный понимаете это такое место тут старая застройка как это мелкая вонючая дряблая если это приличное жилье оно сразу будет стоить ну скажем две триста две четыреста две пятьсот в отец это уже не будет там даже тести самые там 1500 за 1500 в месяц ванн бедрум с одной спальней а то что вы возьмете будет выглядеть скромненько очень очень скромненько при том что она будет принадлежать еще и к плохим школам значит часть маунтин вью относится к школам лос-алтовским часть маунтин вью относится к школам маунтин вьюшным которые намного намного хуже поэтому если вы будете жить в школах которые не лос-алтовские вот там вы будете платить там 1500 за черт знает что а если вы хотите например то же самое черт знает что но же с лос-алтовскими школами это уже будет скажем 1700 следующий момент от которого зависит стоимость жилья это в какой в какой момент времени относительно начала школьного сезона вы начинаете этим заниматься например если вы приезжаете в мае месяце и говорите я хочу снять квартиру я хочу приличные школы так ведь полно народу у которых дети достигли школьного возраста и которые приехали откуда-то и местные всякие они в этот момент занимаются буквально тем же самым они ищут район с хорошими школами и у вас проблема если вы приедете например 1 сентября вы уже в намного лучшие ситуации наши 1 сентября вам уже не с кем конкурировать уже все кто хотел школу ребенка устроить уже все устроить нет такой проблем теперь что если вы приедете зимой там 9 вообще в межсезонье такое будет еще проще вот поэтому значит это тоже сказывается теперь чисто географически если мы говорим про кремниевую долину какие тут есть такие населенные пункты значит ну вот давайте мы будем от плясать от mountain view лос-алтас значит на север непосредственно есть город палу-алта этот дорогой город это не просто так себе город там масса всего находится там дорогой рил там дорогая недвижимость но там есть какое-то количество апартмент комплексов они там есть и в общем и в целом бывает что можно за какую-то разумную цену снять палу-алтовские школы очень хорошие школы очень-очень хорошие я бы так если вот на мой что ли взгляд в чем разница каким-то образом странным необъяснимым в кремниевой долине произошло какое-то этническое группирование вот например если вы живете в сенебеле допустим да там очень много сейчас вы народу из индии традиционно там было много из мексики mountain view был достаточно мексиканский место это на самом деле очень много белых но темно не менее вот если вы смотрите на школы вот такие школы mountain view они школы там лос-алтас то у вас там будет много выходцев из мексики если вы попадете в купертино там много выходцев из китая и даже в палу-алта уже вот поскольку это очень привлекательное место вот уже сегодня может быть там половина детей в школах я разговаривал с ребятами и так статистика тоже есть на сайтах там уже половина это выходцы из китая там это вокруг китая значит лос-алтовский школьный дистрикт он единственный вот из того что я вижу более менее с равномерным таким представительством разных этнических групп тут есть абсолютно все но но ты как бы в америке находишься ты не попал ни в индию не в китай не в мексику а как-то более-менее находишься в америке где много людей из разных мест вот я в этом смысле как бы большой патриот лос-алтан но это уже не так важно школы хорошие детей там никто не обижает там нет никакой мафии там не 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 китайской не индийской ничего все нормально дети они там толком даже не различают там кто откуда все хорошо так вот палал то все-таки достаточно дорогое место она очень центральная это самый самый можно сказать географический центр кремниевой долины если мы посмотрим немножко на юг то мы увидим санивэйл санивэйл подешевле чем маунтин вью но и санивэйл и маунтин вью посрединке разрезаются вот через них насквозь идет улица элкаминорил и вот специфически в маунтин вью вот с одной стороны элкаминорил значит там одна застройка и одни школы а с другой стороны элкаминорил там другая застройка там другие школы там идет железная дорога она может не очень громкая но она там идет вот там намного дешевле да скажем он маунтин вью с одной стороны и с другой отличаются по ценам то же самое санивэйл они очень отличаются по ценам в санивэйле невероятное количество апартмент комплексов и они в общем и в целом поприличнее чем в маунтин вью заметно заметно приличнее и они побольше и вообще там там здорово я я к санивэйл очень хорошо отношусь другое дело что конечно когда ты идешь в магазин вот есть ощущение что где-то в индии находишься это присутствует местами не всюду присутствует вот поэтому с точки зрения апартмент комплексов если ты приехал ты новенький особенно если у тебя машина еще есть так санивэйл просто очень хороший выбор у нас ребята почему селиться например в маунтин вью потому что они приезжают у них денег нет особо машины первое время нет и они пешком ходят в школу поэтому они селятся вот в этих но я не хочу сказать клоповников там нет клопов но в общем выглядит они так не намного лучше просто чтобы пешком в школу ходить первое время пока они обходятся без машины если у вас есть машина вы можете жить санивэйли это очень хороший выбор чуть южнее город санта-клара тоже очень хороший но в каком смысле хороший там много апартмент комплексов я не хочу сказать что там надо дом покупать но там есть много апартмент комплексов вполне достойных и по цене уже опять немножко ниже и по качеству немножко повыше то есть там очень здорово можно жить не там довольно центрально и следующее значит есть сам по себе город сан-хосе особенно его северная часть потому что из северной части довольно быстро можно добраться до всего того что есть в кремниевой долины потому что это миллионный город и он такой как вы понимаете там не только апартмент там много частных домов поэтому он занимает довольно большую площадь южные санозы которые просто застраивается и недавно застраивался он такой вообще очень новый симпатичный там все такое но оттуда скажем ну вот до нашей школы грубо говоря добираться может быть там 40 минут нужно а если вот это еще будет еще и в час пик так вообще неизвестно сколько займет а там жилье еще дешевле поэтому вот когда человек едет зачем-то туда вот он имеет вот такой выбор можно на север двигаться значит на север будет по пола алта потом будет менло парк это достаточно дороговато а вот дальше еще ближе к сан-франциско в сторону сан-франциско там есть например недорогой то такой преимущественно мексиканский городок redwood city еще севернее есть вполне приличные симпатичные места такие как сан-бруно но это уже почти сан-франциско значит и в вопросе в этом еще было было так имеет ли смысл жить сан-франциско насколько там хорошо сан-франциско дороже раз в сан-франциско легче выживать потому что много городского транспорта там очень большая такая русская жизнь насыщенная врачи там страховщики магазины очень много кешевой наверно работы вот по сравнению с тем как у нас тут но как сказать но это город это город там вы не там интенсивно там и ритм жизни совершенно другой и вы должны себе сказать ради чего вы это делаете есть люди которым нужна ночная жизнь которые любят там гулять по шумным улицам которые любят вечером в ресторан там очень много молодежи которые любят сан-франциско именно потому что там есть вот такая ночная жизнь тусовка в долине в целом тусовки нет тут такой можно сказать спальное место вот поэтому смотрите сами у вас есть во-первых крекс-лист это место где вы можете исследовать цены очень хорошо и я бы сказал что в последнее время набирают обороты такие сайты как airbnb там где люди на отпуск себе снимают там на недельку на две недельки там сейчас хорошая конкуренция между теми кто предлагает жилье почему это жилье меблированное то есть вы можете вот вы приезжаете там в эмиграцию куда-то вы можете сказать это хорошо я месяц поживу от в такой-то комнате там это может быть очень недорого может быть там комната и на двоих и там 600 долларов в месяц например совсем совсем задаром при том что она еще меблирована поэтому посмотрите я ссылки дам на сайты там еще один есть называется по-другому я дам ссылку тоже для вакейшн рентал то есть для людей которые ищут что-нибудь там на недельку на две для отпуска я считаю что это сейчас очень хорошая альтернатива и гостиницам и апартмент комплексом и в общем они конечно конкурируют с гостиницами поскольку меблированное но цены более чем более чем разумные другой рынок другая конкуренция я очень советую присмотреться именно к этой части все ребята счастливо